Виктор Назарова снова судит. Апелляционный суд Днепра взялся за жалобу генерала, который не согласен с прежним приговором. 7 лет тюрьмы. Назарова признали виновным в служебной халатности, которая привела к гибели 40 десантников и 9 членов экипажа Ил-76. Этот самолет сбили боевики в июле 2014 года над аэропортом Луганска. Все подробности расскажет Елена Миндалюк. Полтора года дело Виктора Назарова рассматривал Павлоградский райсуд. За смерть десантников и экипажа Ил-76 генерала, который отправил самолет в Луганск, приговорили к 7 годам лишения свободы. Родственники погибших говорят, были уверены, что это точка. Но вот они снова в суде, апелляционном. Люди не могут сдержать эмоции. Вы спрашиваете на всю страну. Все месхоматы вас побережали, что летарь будет сбитый несколько раз, и вы проигнорировали все эти свернения. Апелляционная жалоба Назарова на 19 страницах. Он обвиняет судей Павлоградского райсуда в предвзятости и необъективности. Дескать, суд принимал во внимание экспертизы, проведенные только стороной обвинения, и не учел показания свидетелей защиты. Судом не врахованы те факты, которые есть в материалах криминального проведения, и сделано невмотивованный, непротованный висновок про то, что именно ПЗРК стало причиной катастрофы летака и его сбития. Оскільки в моих обвинениях не было ничего, связанного с протидеем ПЗРК. Родственники погибших возмущены. Я бы хотела им напомнить. Он тут рассказывает, как он белый и пухнастый, что он ничего не знал. А до нашего самолета 5 вертушек и Ан-30 уже были сбиты. Ил-76 уже с пробоинами вертался. И он сейчас хочет что-то нам рассказать. Это не апелляция в том виде, в котором она вкладывается в рамках криминального проведения законодательства. Никакой подставки перед вашим статьей 409 Криминального проведения законодательства, что до скасывания или изменения выроков Павлоградского районного судна нет. Министерство обороны также подало апелляционную жалобу на приговор. Ведомство отказывается выплачивать родным погибших 19,5 миллионов гривен моральной компенсации. Суд заслушал все стороны судебного процесса и объявил перерыв. Следующее заседание назначено на 3 октября. Елена Медлюк, Евгений Конецов. Подробности. Телеканал Интер. Днепр.